Упражнение руки-меч в стоянии столбом делится на два этапа. Это ощущение энергии и непосредственно сама стойка. Но здесь есть один очень важный пункт – нельзя пренебрегать этим упражнением. То есть нельзя, чтобы, когда вы отводите время, например, для обучения нельзя, чтобы какие-то другие процессы вашей лени помешало бы этому. Сначала мы изучим саму стойку, положение тела. В стоянии столбом мы используем свое мышление, дыхание и движение. Сначала ноги нужно поставить на ширине плеч, затем чуть-чуть согнуть колени. Как удержать стойку? То есть с помощью силы вашего сознания вы укореняетесь, что ваши ноги уходят корнями в землю и вы не движетесь. Затем плавно поднимаете руки вверх таким вот образом. Смотрите вперед спокойно. Ваше сознание и внимание должно находиться как бы на пальцах, на кончиках пальцев. Так же вы все это совмещаете вместе со своим дыханием. Когда вы делаете вдох, вы вдыхаете энергию космоса, света, силу, его мощь в нижний дантянь. Ваше сознание и всеми порами своего тела. Как бы стягиваете в нижний дантянь. Когда вы делаете вдох, то вы подтягиваете брюшную часть вашего тела, то есть нижнюю часть живота. Когда вы дыхаете, то энергия по телу выходит из пальцев. Получается, что вдыхаем не животом, а грудной клеткой? Нет, вдыхаем именно животом. Живот раздывается при вдохе? Обратное дыхание или прямое? Обратное дыхание. Обратное дыхание. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Он говорит, что не все ваши органы подтягиваются. Это природа. Это природа. Это природа. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Т.е. Редактор субтитров А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Они подсчетки мягко подтягиваются. К kanssa, гон, гон и внешние и внешние и внешние глаза. в животе сильно. Самое главное, чтобы вы концентрировались, это нижний донтьяйный пупок. Когда вы выдыхаете, то есть расслабленно, естественно, выдыхаете и энергия выходит из ваших пальцев. Вы понимаете? Сейчас понятно. Какой же эффект есть у этого упражнения? Это упражнение дает очень хороший оздоравливающий и лечебный эффект. Улучшается микрофлора кишечника, в теле появляется бодрость, то есть вы ощущаете бодрость духа. Ученые люди, когда вы начинаете заниматься этим упражнением, то у вас начинает тело трястись, плечи. Это нормально? Это из-за того, что состояние вашего тела и ума разбалансировано, и это приходит в баланс. Ученые люди, когда вы будете регулярно практиковать это упражнение, то есть это все нормально? Второй пункт, практика этой стойки дает улучшение, извлечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Когда мы дышим, то наша диафрагма постоянно двигается в этом упражнении. А вот, например, когда вы активно дышите, то есть брюшное дыхание, когда подтягиваются все внутренние органы, то диафрагма поднимается где-то на 4-5 сантиметров. Внутренние органы и желудочно-кишечный тракт, таким образом вы производите массаж внутренних органов, улучшается их состояние. То есть выделительная функция как бы вашего кишечника тоже улучшается. И происходит таким образом постепенное излечение заболеваний, то есть патологий. Третий пункт, это упражнение помогает излечиться от заболеваний почек, а также заболеваний мочевыделительной системы. Так же можно отрегулировать вес с помощью этого упражнения. Те, кто хотят похудеть, они похудеют. А те, кто хотят как бы поправиться, набрать немного веса, они поправятся. Если вы хотите похудеть, то нужно немножко опустить таз вниз и согнуть ноги в коленях. А вот, опять же, что касается похудения, то нужно стоять в низкой стойке и делать брюшное дыхание, то есть когда вы активно подтягиваете внутренние органы. А люди, которые хотят наоборот поправиться, то есть они не стоят так низко, они расправляют колени, то есть стоят прямо. То есть можно отрегулировать вес тела. Но что касается каких-то генетических заболеваний, то это не приносит, к сожалению, эффекта. То есть это уже проверялась? У этого упражнения есть только вот это ограничение? Да. Да. Я думаю, что это надо говорить Если говорить об ограничениях этого упражнения, то очень важно, как складывалась ваша жизнь, в каких условиях вы росли, что на вас влияло. В теле могут возникать различные ощущения дискомфорта во время выполнения упражнения. Итак, мы будем практиковать это упражнение, и вы получите хорошие результаты. То есть с помощью этого упражнения также можно научиться собирать энергию. То есть ваше тело – это как сосуд, через поры которого проникает энергия Вселенной, энергия космоса, которую вы собираете. А вот, например, руки, руки-меч, что это такое? Это умение посылать энергию вовне. Но можно еще обнаружить такие феномены при выполнении этого упражнения. Когда вы вдыхаете, то кажется, что все поры закрываются вашего тела, и вы чувствуете некоторую прохладу. А когда вы вдыхаете, то вы чувствуете, что они открываются, и теплое, горячее ощущение по телу разливается. Кажется, что это упражнение очень простое и легкое. Но на самом деле оно принадлежит к разряду более высоких техник. Это упражнение помогает объединить небо и человека. Далее будет рассказываться об этом. В процессе практики этого упражнения вы заметите, что ваше дыхание становится все более медленным, замедленным. То есть все замедленнее и замедленнее ваши вдохи и выдохи. Во время этого упражнения ваши внутренние органы получают отдых, то есть вы снимаете таким образом стресс. В данный момент выпущение во время Jane Учения в случае того, что у него в цепи способности появится такойny的 технологий, вистором через этом воде. Он выставил на его полосу, 魅力, его приправить и среживать. — Вы можете много времени вести себя в тази. У вас есть очень много способов, которые из-за основной упражнения. В этом упражнении, который практиковал его долгое время, над ним был проведён следующий эксперимент, который был помещен в бассейн с водой, который был закрыт, И он провел под водой очень и очень долгое время, не дыша. То есть дыхательные практики есть одна из основ вашего успеха. Если вы не понимаете, что у вас есть какие-то действия, то есть вы можете прочитать его мысли или вы знаете, что сейчас он скажет. То есть, например, когда встречаются два незнакомых человека и один из тех, кто практикует это упражнение, то есть он может сразу понять, что у оппонента есть проблемы с сердцем, с печенью. А этот человек может недоумевать, если вы ему скажете о его проблемах со здоровьем, каким образом он узнал, что они у меня есть. То есть это вот такие вот специальные возможности, которые развиваются с дальнейшей практикой этого упражнения. Далее мы будем изучать такое упражнение, как диагностика рукой, когда вы будете проводить рукой по телу человека и чувствовать, где и в каком месте у него есть проблемы. Какие заболевания? Ти感功能和手感功能的差異僅僅僅在,一个是用手去感觉,另一个是把整个身体当做显示器. Ну вот можно использовать в качестве инструментов, либо руку, либо все тело, чувствовать человека телом, диагностировать его. 它的原理是一样的. Как бы принцип одинаков. Хорошо. Ну вот. 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 iquerознаю новую тему, это шо гун. Это всё так же будет связано с работой вашего сознания. Можно вопрос с вам поверь ? Да некоторые интересы. Сколько времени день, с чего начинать и к чему прийти ? Гуку мей тен дуан лен на чу ел ду чан ши тен лен си. Си ген ен рен ер и, кхи чан е, кхи дуан лен си. Как бы все зависит от вас, все индивидуально, то, как вы чувствуете. Можно короткое время, можно подольше позаниматься. Дагай дыши, джун че дыши. Если у вас есть время, то можно полчаса час. Нету времени, 5 минут хотя бы, постойте. Самое главное, чтобы вы регулярно выполняли это упражнение. В обычном случае, каждый день в 10-15 минут, вы можете сохранить каждый день. Допустим, просто практикуя по 10-15 минут в день, можно обеспечить себе результат в том, что ваше тело оздоровится, то есть постепенно болячки будут уходить. Хорошо, мы теперь поговорим о шоугун. А сейчас оба упражнения шоугун. Пусть ваши руки станут горячими. То есть можно почувствовать электрический разряд притяжения. Теперь растирайте мягкое лицо из центра в сторону. Вы можете сейчас использовать ваше сознание и говорить, мои морщины разглаживаются, я становлюсь красивым. Я становлюсь красивым и молодым. Я становлюсь красивым и молодым. Вот эти два шоуаааааааааааааааааааааааааааа. То есть когда вы заканчиваете упражнение, нужно использовать технику шоугун, то есть растирание ладоней и омовение лица. Учителя был такой человек, у которого было множество заболеваний. И вот он только по шесть минут в день занимался тем, что растирал руки, как бы лечил себя. То есть у него прошли все болячки. Так как ваши каналы и точки выходят на ладонь ваших внутренних органов. Поэтому с помощью ладоней можно лечить свое тело. Прямая связь устанавливается. В Китае есть такое изречение что вы становитесь подобно жемчужине. Затем вы пальцами рук расчесываете голову с некоторым давлением. Не просто вводите по голове, расчесываете. Здесь также участвует ваше сознание. Мои волосы становятся густыми и сильными. Уходят белые волосы. Можно представлять однородный цвет. На голове есть очень много каналов. Таким образом вы стимулируете работу внутренних органов. Пустой ладошкой нужно прохлопывать голову. Если у вас болит голова или мышечный спазм в области головы, то можно таким образом лечить себя. Не сломайте себе голову, все будет хорошо. Если у вас болит голова, то не будет проблем. Самое главное здесь – пустая ладошка. 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 Алления. Прямо здесь болит голова. Собственно которые мы чувствуете в течение рабочего дня, что вы обессилены и поток ваших мыслей. Если мысли находятся в беспорядке, то есть нужно прохлопывать голову. Даже во время наших занятий, если вы чувствуете, что вы устали и у вас материал не усваивается, можете прохлопывать себя, расчесывать голову пальцами. И как бы у вас появится ясность, трезвость. Растирание ушей – один из подпунктов этого упражнения. Нужно растирать уши сверху вниз, изнутри наружу. До тех пор, пока они не станут красными и теплыми, горячими. Если у вас есть болезнь, то есть болезнь. То есть болезнь, болезнь, болезнь. Там, где у вас есть неприятные ощущения, дискомфорт, то эти места нужно разминать подольше, посильнее. В том месте, где у вас твердое хрящик какое-то место, то это говорит о том, что у вас есть какие-то проблемы. Какие-то заболевания, так как на ухе представлены все органы вашего тела. Мочкой. Если растирать еще мочку, то вы лечите заболевания почек. То есть это очень хороший оздоровительный эффект для почек. И вот следующий пункт, это когда мы растираем и прохлопываем точку даджуэй. Это значит, это точка находится на стыке между шейным и первым грудным позвонком. То есть если нагнуть голову, то это вот самый проступающий позвонок. Расстояние между ними, оно как бы обычно такое, довольно-таки приличное, большое. В основном, когда есть заболевания простудного характера, то вы можете растирать эту точку и прохлопывать. Так что, когда вы лечите, надо убрать даджуэй. И если вы в холодном комнате, в очень холодном комнате, то вы должны убрать даджуэй. Например, когда вы находитесь в очень хорошо отапливаемой комнате, горячей комнате. То есть вы можете вспотеть. И перед тем, как выйти на улицу, а там очень холодно, то есть перепад температур, вы должны как бы прохлопать и протереть пот, если он есть с этого места. Когда вы разотрете и прохлопаете точку даджуэй, то нужно очень хорошо промять заднюю часть шеи, то есть и у основания черепа в том числе. А все мы сейчас как бы пользуемся компьютером и проводим много времени за ним. А также все вводят машины, поэтому очень легко заработать как бы остеохондроз вот этой области. То есть вы можете использовать этот способ, то можно либо совсем устранить эту патологию, либо как бы ее снивелировать этот эффект болезни. Затем далее мы прохлопываем руки. Прохлопываем мы так, сверху вниз, сначала изнутри, а потом снаружи. Здесь также проходят каналы меридианных внутренних форм. Прохлопайте посильнее, то есть не нужно просто прикладывать ладонь, то есть вы должны прям хлопать. Ну, за первое обращение улучшается. Су-тунг-ла, су-сан-ен, 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 су-сан-ен. С помощью вот такого прохлопывания предплечий и рук можно лечить заболевания сердца и легких, так как их меридианы проходят по рукам. Следующий пункт, когда мы прохлопываем плечи. Вот таким вот образом, на крест. Как нужно делать это упражнение? Просто расслабьте руки, они как плетки, то есть бьют, массируют область лопаток и плечей. С помощью вот этого упражнения можно лечить периартрит плеча. Следующий пункт, когда мы простукиваем область груди и между лопаток. То есть не нужно сильно выпячивать грудь, просто как бы стоять на месте и хлопать. Следующий пункт, когда мы простукиваем область поясницы и живота, купок. Когда заканчиваем упражнение нужно сконцентрироваться на нижнем дантяне, то есть собрать энергию в нем. Следующий пункт, когда мы прохлопываем плечи. Ну и последнее, то есть это мы прохлопываем там, где не прохлопали. То есть все тело. Далее. То есть по периферии. Сначала спереди, грудь, живот, потом по бокам. Далее. 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 Например, чтобы прохлопать область поясницы и почек, нужно таким образом встать и свое внимание просто направить в почки. Далее. 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 То есть когда вы заканчиваете это упражнение, прохлопывание области поясницы и почек, не нужно быстро вскакивать. То есть медленно-медленно встаете вверх. Далее. 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 Когда вы встаете, можно руки оставить на пояснице, а можно просто опустить них вниз. Почувствуйте телом, что в области почек тёплая волна проходит, как будто ощущение. У кого есть заболевание почек, можно отдельно заниматься этим упражнением и просто прохлопывать дольше область поясницы. Когда вы закончили прохлопывать область поясницы и почек, вы прохлопываете ноги. Здесь есть такие важные точки, там, где сходятся три иньских канала. Это жу-сан-инь и жу-сан-янь. Спереди, сзади и по бокам. Учитель говорит, что ему очень сейчас комфортно. Когда вы заканчиваете, потом раскрываете таз и ставите ноги чуть-чуть пошире. Руки кладете на колени. И изнаружи, снаружи, получается, внутрь, да, вы делаете вращательные движения коленями. А когда закончите, то наоборот, изнутри наружу. А потом ноги соединяете вместе и делаете по часовой стрелке. А потом вращаете коленями в обратную сторону, против часовой стрелки. Потом медленно встаете. В общем, кисти рук, да, разминаете. Потом голеностоп. Сверху вниз, все тело нужно размять. Сверху вниз, все тело. Сверху вниз, все тело. Сверху вниз, все тело. Железная рубашка, когда колят, бьют в разные части тела, а они остаются целыми, невредимыми. То есть по истечении времени, если вы будете практиковать это упражнение, то вы не будете чувствовать дискомфорта. То есть, например, когда мы прохлопываемся в грудь, тело может реагировать так, что оно как бы защищается, то есть вперёд подаётся. А ещё есть другой эффект у этого упражнения, когда, например, вы оказались в какой-то конфликтной ситуации, и, то есть, практикуя это упражнение, например, ци из вашего тела может сама, скажем, ударить по противнику. В этот раз из всех клиентов, химический вскрою, то есть, то есть, в истечении ты станешь Это упражнение помогает распределить энергию в каналах, а также пополнить ее. Вы чувствуете прилив сил и что ваш дух успокаивается. Когда мы прохлопываем нижнюю часть нашего тела, то есть это все непосредственно связано с нашими почками. Учитель говорит, что люди начинают стареть с почек. То есть зубы, волосы, ногти это все является окнами, проявлениями почек и костик, также конечно скелет. То есть, когда люди стареют, у них выпадают волосы, зубы, все это является проявлением здоровья и состояния почек. Ли-и То есть, например, когда вы обследуете состояние ваших почек, в западной медицине. То есть, очень часто бывает так, что не выявляется никакой причины вашего заболевания. Но вы постоянно чувствуете дискомфорт, что поясницу тянет. То есть, вы ничего не можете нормально делать. Какой же выход из этого существует? А еще очень много девушек и женщин не могут забеременеть. Это все связано с состоянием почек. То есть, например, западная медицина может излечить экстренные заболевания, требующие быстрого хирургического вмешательства. А патологию, медленно протекающие заболевания, не может отрегулировать и вылечить. А чтобы быть качественными способами, и с удовольствием и дежурным ум Она позволяет выявить проблемы с внутренними органами, если их не нашла, западные, и отчасти решить их. А также занятия медитациями, медитации и практиками отчасти также решают эту проблему. Мужчины начиная с 30 лет, а женщины с 26 лет, их состояние почек, почки начинают стареть. Неважно, чем вы занимаетесь, нужно постоянно уделять внимание в практике почкам. Мы очень важно учить тренировать мозжки. Мы очень часто учтение тренировать мозжки. Принцип с тренировки, ткань, тренировка, тренировка, полосы, и также до утра. В нашей практике мы используем достаточно большой набор инструментов, то есть когда мы прохлопываем поясницу, ноги, спину, а также упражнения, когда мы подтягиваем внутренние органы. Итак, Диан Цзэн Дуа – это «ДА Цзэн» и «ДА Цзэн». Например, упражнения «Руки, меч, стояние столбом» связаны с открытием «Малого небесного круга». «ДА Цзэн» – это «ЧИ МАЙ» в «РУАРМАЙ» и «ДА Цзэн» «Малый небесный круг» – это когда энергия движется в пределах нашего тела, а «Большой малый небесный круг» – это когда энергия из космоса поступает в наше тело и пополняет энергию в каналах. То есть это упражнение «Руки, меч, стоящее столбе» и «Шоу Гун» нужно все время практиковать на начальных этапах. Если у вас мало времени и вы не можете прохлопать все тело, то выберите наиболее дискомфортное на данный момент и прохлопайте его, промассируйте. Если болит голова, то прохлопайте голову. Если болят почки, если болит спина, то нужно прохлопывать спину. То есть можно раздельно прохлопывать части тела, если у вас нет времени. Также прохлопывая тело, можно вылечить простудные заболевания и различные артриты. Учитель спрашивает у вас, как вы хотите. Сначала перерыв, а потом мы будем практиковать вот эту стойку. Или сразу? Давайте стойку. Давайте стойку. Давайте стойку. А когда мы закончим вот это упражнение, мы будем прохлопываться. Пожалуйста. 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 Мы не будем делать раз в день, вот, полный шаг, а мы ласшивая организмом. Если максимально это работать, все надо. Вы можете сделать это на будете, чтобы вы желаете помочь Quin О'Брису, делать два раза? В общем, я надеюсь, что мы можем делать все, что-то можно приобрать. Учитель ответил, что можно все тело прохлопывать, а можно отдельно. Вы концентрируетесь на какой-то части, это может быть лицо, шея, как вы чувствуете? Смотрите на учителя, повторяйте, как вы за ним. Ноги на ширине плеч, чуть-чуть согните ноги в коленях. Сознание, скажите себе, что мои ноги укореняются, уходят в землю, я не двигаюсь, я не движусь. Ваш взгляд спокойно устремлен вперед. Руки превращаются в руки меч. Сгибаем пальцы, поднимаем руки. Не нужно постоянно менять положение рук, то есть вы поставили их и держите. Когда вы вдыхаете, представьте, что жизненная энергия, энергия космоса через все поры вашего тела входит в ваше тело. Когда вы вдыхаете, то больная энергия застоя выходит через пальцы в землю. Ваше внимание, сознание должно быть в пальцах, на пальцах. Не нужно опрокидывать спину назад, то есть нужно стоять прямо, не подавайтесь ни вперед, ни назад. Расслабьте, пожалуйста, плечи. Если вы не можете держать руки, то опустите их на некоторое время, а потом опять поднимите. Когда стоите, не нужно так широко ставить, на ширине плеч. Плечи. Выпрямите руки немного в локтях. Расслабьте плечи. Плечи. Обязательно все выполняйте вместе с дыханием. Мы не дышим грудью, а концентрируем внимание на... Будьте внимательны при вдохе на нижнем донцяне. Ваше дыхание должно быть мягким и размеренным. Ваше дыхание. Ваше дыхание. Ваше дыхание. Ваше дыхание. Ваше дыхание. Ваше дыхание. Сейчас расслабьтесь. Растираем руки. Умываем лицо. Расчерстываем волосы. Прохлопываем голову. Растираем уши. Растираем точку даджуэй. Растираем точку даджуэй. Растираем шею. Растираем шею. Растираем руки. Растираем шею. Растираем шею. Продолжение следует... 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 Вот так.